Вы уже доставили телеграмму? Конечно! Отлично! Вот ваши 25 центов и следующий заказ. Это телеграмма для мистера Джонса с молочной фермы. Не подведите меня! Здравствуйте! Мне нужно доставить телеграмму мистеру Джонсу. Это я! Спасибо! Вы можете подумать, что я хорошо зарабатываю, но на самом деле это не так. Я не могу дать вам на чай. Может, вы выпьете стакан парного молока? Нет, спасибо! До свидания! Вы уже доставили телеграмму? Конечно! Отлично! Вот ваши 25 центов и следующий заказ. Телеграмма для мисс Рос с фермы Сани Брук. Не подведите меня! Мои карты для Бриджа уже у вас? Да, возьмите. Хорошо! А вот и подставка Джошуа. Я и не предполагала, что она окажется такой обузой. Однажды на нее нечаянно поставили блюдо с заливным. Но вы не волнуйтесь, пятно совсем незаметно. А теперь прошу вас, уезжайте. Скоро будут собираться гости, а я не хочу, чтобы они видели здесь вас. У вас такое платье! А мне нравится это платье. Оно очень удобное. Откуда у вас эти часы? Их дал Джошуа Кроули. Они остановились в тот момент, когда он вышел за дверь. Это снова вы? Ключ, который вы попросили мистера Оделла оценить, был ключом от часов, которые дал вам Джошуа Кроули? Я думал, что это тот ключ. Откуда вы знаете о нем? Я заплатила за этот ключ, и теперь он у меня. Я не думаю, что ключ вам пригодится. Ключ ничего не стоит, и я потерял к нему интерес. Значит, мне можно забрать ключ себе? Он мне не нужен. Вообще-то, если вы хотите, можете забрать и эти старые часы. Мне пора идти. Удачи! Было бы хорошо, если бы я смогла открыть эти часы. У меня осталось полбака бензина. Хорошо бы съездить на заправку. Нэнси, у нас есть еще проблемы. Проблемы? Эмили! Я должна уговорить ее продать гостиницу. Ей ведь только 17. Самое время устраивать вечеринки, встречаться с парнями. Вся эта ответственность с гостиницей не для нее. Мисс Гоуби, что случилось? Поговори с ней и узнаешь сама. Джейн сказала тебе, да? Еще нет. Картина на стене, вон там. Я видела, как она двигалась сама по себе. Я сидела здесь, а она двинулась, честное слово. На прошлой неделе с полки упала книга, а до этого я слышала странный шум. Почти каждый день я слышу голос, какой-то шепот, идущий ниоткуда. Джейн говорит, что это все нервы, но я... Я не хочу об этом говорить. Ты говорила с Джимом Арчером. Боюсь, у меня не очень хорошие новости. Драгоценности не были застрахованы. Твоя мама не захотела их страховать, потому что планировала отложить немного денег на... Чшшш... Ты слышала? Что слышала? Тихо! Ничего, мне придется продать гостиницу. Знаешь, возможно, действительно возможно, что завещание, которое было оглашено всем вам, написал не Джошуа, а кто-то другой. Ты хочешь сказать, что есть шанс, что он оставил свое состояние нам? Нет, это лишь мечты и напрасные надежды. Нужно выбросить их из головы. Послушай, мне очень жаль, что твоя поездка сюда оказалась напрасной. Может, тебе лучше просто вернуться домой? Можно мне остаться здесь ненадолго? Я просто думаю, что не смогу составить тебе хорошую компанию. Тебе здесь нечем будет заняться. Я хочу поискать настоящее завещание, Джошуа. Ты считаешь, что ты Шерлок Холмс? То, что раньше я никогда ничего не расследовала, еще не значит, что я не справлюсь. Тем более, что вреда это никому не причинит. Кто знает, может у меня получится. Как хочешь. Я скоро вернусь. Хорошо. Кажется, этот рычаг открывает диван. Судя по состоянию фонари, я не единственная, кто был здесь в последнее время. Старая копилка. Ого, целый доллар. Эта копилка здесь лежит уже давно. Интересно, если сложить кусочки, получится рисунок? Кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok